Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Beaver VR и, конечно же, Илья Бобров. Сегодня речь пойдет об игре, насколько я понял, от отечественных разработчиков, а именно о симуляторе средневекового лучника под названием Scarlet The Archers Tale. Субтитры делал DimaTorzok Начнем, пожалуй, с сюжета. Да, он тут есть. Жили-были 12 волшебников, которые охраняли магический камень. Скралит, дающий власть над драконами. Они поклялись не использовать его даже против страшнейших врагов, и только они знали, где этот самый камень находится. И как это обычно бывает, одного из волшебников похищает некий злодей, и нам, в компании двух мечников Барда и, собственно, лучника, за которого мы и играем, предстоит найти волшебника, камень и спасти мир от супостата. Все просто и понятно. Начнем с графики. Графика в этой игре одна из лучших для виртуальной реальности на данный момент. Все локации, которых тут 8 штук, прорисованы и сделаны просто отлично. На видео, конечно, вам кажется, что на них слишком темно, но в очках, как всегда, игра смотрится совсем по-другому. Текстуры, тени, ландшафт, враги и союзники смотрятся замечательно. Точно так же, как себя ведут и их модельки. Все анимации тоже на высоте. В общем, все смотрится органично и вполне на уровне ААА-проекта. Теперь поговорим о самом интересном. О геймплее. Игра представляет из себя, по сути, если можно так сказать, переосмысленный Tower Defense. Есть карта, мы прыгаем с точки на точку посредством телепорта и защищаем наших мечников. Все просто. Это и есть основной костяк геймплея. Но играется все намного интереснее, чем звучит. И вот почему. Во-первых, как я уже говорил, я не особо любитель пострелять из лука виртуальной реальности. Но тут стрельба сделана отлично. Есть и баллистика стрелы, и очень сочное попадание по слабым супостатам. Наблюдать, как они умирают от попадания, очень приятно. Во-вторых, тут есть прокачка. Опять же, если ее можно так назвать. По мере отстрела болванчиков, из них выпадает левел ап. И мы можем выбрать один из аж 21 апгрейда. Среди них можно найти такие, как лечащая стрела, замораживающая стрела, которая работает по области. Стрела, усиливающая оружие наших мечников. Рельсовая стрела. И, например, стрела, которая множится еще на множество стрел. Использовать их можно по мере заполнения шкалы на нашем браслете. Только я не совсем понял, там есть просто кулдаун, или это зависит от наших попаданий. Эти вещи нехило разбавляют простую стрельбу и привносят даже тактический элемент. Потому как в разных ситуациях вам может потребоваться выбор, или, например, полечить союзника, или пустить в веер стрел в супостата. И выбирать тут надо с умом, потому как неправильный менеджмент стрел, даже на стандартной сложности, может стоить жизни одному из ваших подопечных. И, соответственно, к проигрышу уровня. Также в игре есть непосредственно пауэрапы, которые также выпадают из трупов, поверженных вами врагов. Среди них может быть замедление времени, временный щит на союзника, или пробивающие броню стрелой. Они также нехило помогают. Ну и напоследок врагов, естественно, тоже не один тип. Например, есть обычные солдаты, которые убиваются с одной обычной стрелы. Есть солдаты с щитом, есть бронированные мечники, в которых надо всадить несколько стрел. А есть, например, жестоко бронированные танки, которых кроме как в голову, или попаданием рельсовой стрелы, никуда не убить. Обычные стрелы просто отскакивают от их брони. Естественно, это не весь список супостатов. В общем-то, вот и все, что касается геймплея. А, ну еще одно. В игре есть френдли фаер, так что старайтесь не задевать ваших союзников. Звук в игре также отличный. В сюжетных сценах все персонажи озвучены. Звуки битвы, разных стрел и пауэрапов также не вызывают нареканий. В общем-то, на этом все. При ценнике в 419 рублей. На момент написания обзора от этой цены еще есть скидка. Мы имеем отличный разносторонний тир с некоторыми механиками тауэр диффенса, чуточкой тактической составляющей, отличной стрельбой из лука, красивой графикой и продолжительностью около двух часов. С учетом того, что вы не будете часто умирать. Лично я за час игры осилил только три уровня. Стоит ли игра своих денег? Да, определенно. Ну а на этом все. С вами был, как всегда, канал Beaver VR и, естественно, Илья Бобров. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится видео в формате обзора. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А на этом у меня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok